Дорожные транспортные происшествия В прошлом году в Астраханской области в ДТП погибли 173 человека, 14 из них – дети. Причем в половине случаев смерть наступила из-за того, что первая доврачебная помощь была оказана неверно, и пострадавший погибал еще по дороге в больницу. А ведь сколько жизней можно было бы спасти? Мы решили поинтересоваться у астраханцев, а умеют ли они оказывать первую помощь пострадавшим. Умеете ли вы оказывать первую медицинскую доврачебную помощь, скажите, пожалуйста? В принципе, основы оказания медицинской помощи я помню еще со школы, но на практике мне не приходилось еще оказывать. Я даже не знаю, честно говоря, смогу ли я. Я думаю, что смогла бы, но мне кажется, я бы растерялась, когда это произошло бы. И я считаю, что лучше не навреди и вызови скорую помощь. Нет, я не умею. В школе говорили об этом что-то, но я не помню. Если пациент имеет черепную мозговую травму, травму лицевого черепа, можно увидеть, что у него там кровь идет изо рта или еще что-то. Надо постараться с помощью вот этого устройства, которое есть в аптечке, рот в рот, постараться выполнить ему искусственное дыхание, уложив его, пощупать сердцебиение, пощупать пульс, услышать сердцебиение, если есть таковое. И все-таки попытаться с помощью этого устройства восстановить дыхание. При отсутствии. Если там имеются какие-то видимые повреждения, кровотечения, безусловно, это остановка кровотечения. Либо это будет давящая повязка при венозном кровотечении, либо это будет при артериальном кровотечении наложение жгута. В летнее время жгут может где-то до полутора часов, в зимнее время это время ограничивается, потому что в зимнее время наступает еще спазм мелких сосудов, капилляров за счет холодового фактора. Поэтому это где-то до часа. Для наложения шины используют любой подручный материал. Это могут быть деревянные палки, металлические изделия. При наложении шины укладывайте палку вдоль конечности и фиксируйте ее бинтом. Повязка должна быть достаточно плотной, чтобы обеспечить полное обездвиживание конечности. Сейчас таких расстояний больших нет до медицинского учреждения. В общем-то, конечно, надо в это время уложиться и привезти пострадавшего в то место, где ему могут оказать хотя бы первую медицинскую помощь. Что касается налом. Аптечка направлена только на то, чтобы уметь правильно оказать первую доврачебную помощь, постараться спасти жизнь до приезда медицинских работников, и чтобы, так сказать, все, что ты можешь, умеешь делать, все, чему вас научили на, так сказать, курсах вождения, обучения вождения автомобилей, то, значит, мы должны всю эту помощь правильно вовремя оказать. Как показывает практика, большая часть ДТП происходит по вине лихачей и пьяных за рулем. На третьем месте – плохая дорога. Например, такая. Чтобы не попасть в аварию, сами не нарушайте правила дорожного движения, ведь они созданы как раз для вашей безопасности. Удачи на улицах города!